Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Продолжаем разбирать фундаментальные события, которые влияют на динамику тех финансовых инструментов, которыми мы спекулируем. Последние дни вялая динамика, признаю, несколько даже наскучила. Фактически за редким исключением рынок Форк стоит на месте. Это явно указывает на то, что участники рынка ждут как раз мощного фундаментального триггера, который уже обозначен на повестке экономического календаря, но который пока не наступил. Сегодня этот момент X, друзья, потому что сегодня заседание Европейского центрального банка. И фактически от того, какие действия будут предприниматься дальше европейским регуляторам по смягчению экономической политики, зависит очень много. Я думаю, что если сегодня мы получим намек на более, еще более агрессивные, беспрецедентные экономические стимулы, можно будет говорить о том, что, в принципе, для всей мировой экономики начался новый период избыточного заливания, собственно, рынков ликвидностью, потому что того требует ситуация, проблемы с экономическим ростом и с инфляцией. Поэтому сегодня мы как раз настраиваемся на мощную волатильность. В связи с этим хочется предупредить у вас традиционно, друзья, если мы ждем мощное движение, пожалуйста, контролируйте риски. Не оставляйте без внимания ваши счета, следите за загрузкой депозитов, потому что, опять же, та же самая европейская валюта по самым скромным подсчетам в рамках текущей торговой сессии может показать движение на 100-150 пунктов минимум. По касательной, другие активы могут показать еще более интенсивные движения. Ну что ж, давайте разберем все-таки по нашему привычному сценарию те активы, о которых мы говорим на каждодневной основе. Нефтянка 63.16. В частности, вчерашний день меня тотально разочаровал, потому что я ждал данные по запасам нефти в США, наверное, так же, как и вы, друзья. У нас была четкая аргументация того, почему запасы должны снизиться. В итоге мы действительно увидели данные по запасам со знаком минуса. Запасы снизились на 10,83 миллиона. Практически стопроцентное попадание в отчет от Американского института нефти. Еще один повод для нас говорить о том, что релизы между собой коррелируют. И, возможно, это база и, скажем, подсказка в будущем для нас ориентироваться на отчет API и также делать выводы по нему о том, какие цифры выйдут от официального ведомства. Можно было бы сказать, что нефть не выросла после выхода этого отчета, потому что параллельно снижение запасов было компенсировано ростом запасов бензина, например. Но ничего подобного, друзья. Запасы бензина и прочих нефтепродуктов, дитилятов, также снизились. И я даже скажу, что бонусом ко всему этому объемы нефтедобычи в Штатах. Они тоже снизились за неделю на 700 тысяч, фактически до 11,3 миллионов. И на этом мы должны были вырасти. Тем более, что мы активно обсуждали события на Ближнем Востоке. Я повторяю, что инцидент с захваченным танкером, с сбитым беспилотником, может быть, даже не один, это то, что повышает градусно вот этот накал страстей и сохраняет на рынке потенциальную угрозу перебоев поставок в случае дальнейшей эскалации этого конфликта, который более чем реален. У нас, безусловно, еще и ожидания по слабому доллару, что также фактор поддержки для котировок нефти. Ну и, конечно же, стоит отметить, что вот по последним данным, буквально с ссылкой на те новости, которые гуляли по СМИ на вчерашней торговой сессии, господин Мучин и Лайтхайзер, которые фактически возглавляют американскую делегацию в переговорах с Китаем, направятся в Китай и проведут очередной этап переговоров в понедельник. Это, по крайней мере, желание идти на диалог, позитивный момент, который снижает риск глобального экономического спада, который ранее давил на котировки нефти. И на этом мы, в принципе, тоже должны были вырасти. Тем не менее, котировки не просто не смогли упрощить свои позиции, они оказались даже ниже по итогам вчерашнего дня. Я думаю, что это неправильная динамика, и логика на рынок вернется. И, в конце концов, правильное поведение этого актива позволит нам добраться до 65. Копим силы, необходимые импульсы. Самое главное, не попадаемся сейчас в ловушку. Вот продаж, которые, на мой взгляд, пока что еще не обоснованы. Ситуация может измениться, друзья, но на текущем, на фоне, я считаю, что лучше подрасти. Доллар иена 108.12 тоже, американская валюта против иены, ходит в очень узком диапазоне. То, что мы держимся выше 108. Это тоже отголоски предстоящих переговоров запланированных, что снизило геополитический риск, который ранее оказывал поддержку японской иене. Также вчера вышел отчет по индексу активности всех трехслуг, оказавшийся лучше, чем позапрошлый месяц, и 52,2 с 51,5. И, соответственно, на этом фоне снова несколько поехали ожидания агрессивного смягчения в политике американского регулятора на следующей неделе. Но неправильный это подход, друзья, рассуждать о том, агрессивное будет смягчение или нет. Самое главное, просто нужно смириться с тем фактом, что политику будут уже смягчать. И ставку снизят даже на 25 базисных пунктов. Я думаю, что это нормальный первый шаг, который укажет нам на то, что ФРС вступил на этот путь и будет двигаться по этой тропе монетарной поддержки экономики. С учетом тех накопившихся проблем, которые и привели к спаду, ранее зафиксированному нами. Сегодня заказан товар длительного пользования в 15.30 по московскому времени. Но важно, что эта статистика совпадет с началом пресс-конференции Драги. Поэтому трудно будет сказать, что именно повлияет на динамику доллара. Я думаю, что все-таки рынок будет следить за комментариями руководителей Европейского центрального банка. К евро-доллару 1.1134, опять же напоминаю, что сегодня есть риск того, что Драги ударит по европечатным останком. Это не значит, что сегодня последует решение по снижению ставки, хотя вероятность такого исхода есть. Потому что вчера вышел еще один блок статистики по индексу производственного сектора Германии в Розон. Очень слабые цифры. Если интересно, посмотрите в экономических календарях. Там тренд нисходящий. Мы, кстати, на вебинаре в понедельник графически разберем то, что происходит с этими секторами. Но важно, что эта статистика за день до выступления Драги. То есть у него есть свежие аргументы, почему нужно признать необходимость большего стимулирования экономики, чем это было раньше. Поэтому суперпроактивность, на которую можно рассчитывать, это снижение ставки даже уже сегодня. Но вероятность не так высока. Куда выше вероятность того, что Драги сегодня просто анонсирует действия в сентябре такого характера с возможностью перезапуска программы количественного смягчения к концу этого года. В любом случае, это то, что должно открыть дорогу для евро к еще большему снижению. Будем, собственно, ждать, как отреагирует евро и что с европейской валютой будет дальше. Меня лично успокаивает еще тот факт, что евро все-таки пробил поддержку 1.12, уровень, который обхаживался очень давно. И перед заседанием смог продавить эту планку, закрепиться ниже. Я думаю, что с точки зрения техники сейчас ему ничего не угрожает. Просто нужно обновлять новые минимумы. Фунт против доллара 1.2475. Фунт точно останется под давлением, потому что, как вы знаете, премьерское кресло занял Борис Джонсон. Это не только эпатажный политик и дальний родственник королевы. Это еще человек, который фактически является сторонником жесткого Брекзита. И на своем первом выступлении он признал, что Англия выйдет из ЕС до 31 октября. Кстати, оппозиционеры во главе с Джереми Корбином стали допускать возможность инициирования вот ему недоверия. Но это, конечно же, глупая идея, потому что Джонсон не просидел на премьерском кресле еще даже один день. Ну, фактически сутки сегодня. Почему фунт будет оставаться под давлением? Потому что нас ждет череда кадровых перестановок. Джонсон будет менять кабинет министров. Это уже происходит. Министр финансов Хаммон вчера подал в отставку. То же самое сделал министр юстиции, зам премьер. Я думаю, что это только начало. Нависают риски самого Брекзита. Имейте это в виду. Ну и, разумеется, если еще издалека зайти, можно косвенно, а в качестве фактора снижения британца, обозначить реакцию доллара на возможное снижение ставки. Но не такое сильное, как, может быть, хотелось бы. Но, опять же, этот, наверное, фунт лучше опустим, поскольку я уже отметил, что долгосрочно доллар будет оставаться под давлением. Но все равно фунтум будет хватать собственных национальных рисков для того, чтобы он снизил, точнее, стал дешевле. Доллар канадец 1.3135. Идем мы на уровень 1.32. Я думаю, что это вопрос ближайших дней теста данной отметки. Австралийцы против доллара сегодня под давлением, как мы и прогнозировали, после комментариев Филиппа Лоу, который признал, что и дальше будет стимулировать экономику. Следим за ИЦБ, друзья. Завтра будет о чем поговорить. На этом, собственно, все. Удачных вам торгов. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok